Здравствуйте, с вами мой блог. Ничего святого с Сергеем Понярковым. Я тут художник, который может обидеть каждого. Скажите, вас тоже бесит, когда Зеля начинает вякать сочувственно про Майдан, про Небесную Сотню? Вот вам же тоже хочется спросить, Зеля, а какого хрена ты раскукарекался, ты, сморчок хрипатый, какое отношение имеешь к Майдану? Ты же был на стороне анти-Майдана, что ты поясничаешь? Со своими идиотскими соболезнованиями и картинными фальшивыми сочувствиями. Это же ты спродюсировал вот это избиение нас в шерстяных свитрах твоими эбонитовыми палочками Януковича. Кто из твоего окружения имеет отношение к Майдану? Чего ты вообще лепишь Горбатова? Татаров, да, татаров. Это единственный из окружения Зеленского, кто непосредственное отношение имеет и к Майдану, и к Небесной Сотне. Потому что именно татаров и имеет отношение к расстрелу майдановцев. Татаров это тот, кто сидел по правую руку. От Захарченко, министра внутренних дел, это тот самый татаров, который лепил Горбатова, рассказывал сказке, что это майдановцы сами себя постреляли, а менты, по татаровскому утверждению, вообще огонь не открывали. И Зеля начинает поясничать, вот это вот кривляться в деланном сочувствии Майдану и Небесной Сотне. А это же тот самый Зеля, поправьте меня, может быть это не тот, ну, который договоримся посередине, мир в глазах Путина. Это тот Зеля, который в Горловке давал концерты со своими уродами, вот этим кашевым уклонистом, сам, кстати, четыре раза уклонист, когда там пытали и убивали активистов проукраинских, а Зеля сепаром давал концерты. Помните комментарий Зеленского, когда он сказал, ну, это не Россия, как бы, нападает на Украину, просто российская граница так медленно, хихихи, да, смешно очень, да, двигается в украинскую сторону. Это когда уже шла война. Это Зеля херничал и хихикал по поводу захвата Крыма, по поводу всего. Подождите, это не этот ли глава банды уродцев, который свою карьеру делал на пророссийской сепарской позиции, сегодня кривляется и пытается проканать под того, кто имеет отношение к Майдану и к Небесной Сотне? Так ведь именно Зеленский-то и виноват. Он один из тех, кто поддерживал систему Януковича, кормился с нее, который Путину рассказывал, просил, чтобы его забрали хоть за долги. Да, это вот именно вот этими Зеленскими, вот этими прошмандовками. И Путин заразился. Ведь Путин-то, когда услышал вот эту, вот эту хрень про то, что Зеленский просит забрать его хоть за долги, так Путин и стал уверен, да, что вот она, Украина, хочет вот именно вот этого чушара, это криворогульная шваль. Я с уважением отношусь к жителям Кривого Рога, которые много тяжело работали, там есть пристойные, образованные, приличные люди, но это криворожцы, это жители Кривого Рога. Зеля, именно Криворогуль. И его вот эти криворогули и криворогулицы, 95-квартальные, опять я не имею в виду район города. Я имею в виду вот эту вот прошмандовскую, которая, вот эта сиськодовска, помните, вот с ее вот этими, это по этого великого, по-моему, сценарий, да, написано? Потому что они все всегда с презрением относились к Майдану. Они все всегда вылизывали задницы российским имперцам. Подождите, разве это не издевательство над памятью небесной сотни, когда даже не извинившись, ни разу в жизни не признав свою неправоту? Простите меня, каким надо быть чмом, чтобы поехать в страны Балтии, и сказать, что Украина нации, как дивка с немецкого порнофильма, всегда готова принимать в любых позах и в любом количестве. Подождите, разве это не прямое сотрудничество и потакание врагу? При этом никаких извинений, насколько я понимаю. Опять поправьте меня, может быть, Зеленский где-то извинился за всю эту мерзость, за все то системное и последовательное скотство, за все эти идиотские шуточки, про Томас Термос, про сеньор Голодомор, про всю вот эту фуфлятину, которую он намет. Он хоть раз признал свою неправоту, он хоть раз где-то сказал, что он намолотил лишнего, что ему стыдно за всю эту мерзость, которую лично он продюсировал, транслировал и рекламировал, потому что лично Зеленский и 95-й квартал вложили неоценимый вклад в российскую агрессию против Украины. И почему теперь он поясничает на святом месте? Как он может прийти на Институтскую и кривляться там вместе со своей проянуковичевской шоблой? Вы посмотрите на окружение Зеленского и дайте мне ответ на вопрос. Зеленский имеет отношение к Майдану? По-моему, очевидно. Только к антимайдану. И вот именно 20 февраля, по-моему, с 20 по 18 марта россияне там на медальке своей выбили за возвращение Крыма. Чем занимался Зеленский? Вот когда началась война? Правильно. Он выступил фактически, морально поддержал сторону агрессора Российской Федерации. Он не поддержал Украину. Он поддержал нашего врага. И мне кажется, ну, у меня вот четкое складывается ощущение, что Зеленскому надо бы постесняться, постыдиться, идти и спекулировать на крови Небесной Сотни, ну, в общем-то, вместо ощущения собственной вины и посыпания головы пеплом, он почему-то решил пиариться на том, в чем он, в том числе, и виноват. Потому что в том, что погибла Небесная Сотня, есть вина Зеленского. Я уже не говорю про Детьманцева, который, кстати, был помощником Сивковича. Там же все окружение Зеленского это помощники партии региона. Это их вина в том, что погибла Небесная Сотня, была потом развязана война, враг временно оккупировал Крым, Донецк, Луганск. Зеленский разве был против? Да нет! Он поддерживал своими концертами врага! Чихоньками, хахоньками! Всю свою сознательную жизнь Зеленский боролся против украинской идентичности. А теперь, вместе с вот этой шаблятиной, которой он себя окружил, он кривляется и пытается наводить тень на плетень и играть из себя украинского патриота. Он продолжает вредить Украине. Он быкует на международных встречах, несет какую-то хрень недавно в Мюнхене, наехал на американских сенаторов. Да он постоянно врет. И поэтому, друзья мои, в чем я абсолютно убежден, нам надо будет обязательно наводить порядок конституционным способом, потому что источником власти в Украине является не 95-й квартал его прихлебателей, а украинский народ. Поэтому не забывайте подписаться на мой влог, поставить лайки, оставить комментарии, распространить в соцсетях, а победа будет за нами, потому что за каждым из нас не заржавеет.